Мы сегодня собрались по поручению премьер-министра. Министерство экономики информировало уколостров страны о сложившейся ситуации, связанной с поставками нефтепродуктов в связи с значительным увеличением закупочных цен. Как известно, топливо поступает в основном из Российской Федерации. К сожалению, динамика изменения закупочных цен на нефтепродукты с декабря прошлого года имеет стабильную тенденцию к росту. К сожалению, принятое решение правительством об изменении предельных розничных цен на сегодняшний день уже не актуально, потому как стоимость юридических поставок и уже закупочные цены на август месяц фактически уже находится на пороге предельных розничных цен, которые утверждало правительство своим решением. Поэтому мы сейчас должны с вами выработать подходы по формированию предложений в адрес правительства для экстренного принятия решения. Первое, в целях стабилизации ситуации на топливном рынке, недопущение дефицита и возможностью поставщиков закупать топливо в требуемом объеме. Отслушать приследникам компании, какая у них сейчас ситуация с объемами поставок, со ставками, с возможно образовавшимися убытками, какие имеются на данный момент у организаций, и потом обсудим с вами те предложения, которые мы хотим предложить правительству уже по согласованию с вами. У нас ситуация у меня уже такая же. Для примера, поставка, которую мы ожидаем, ее себестоимость по 92-му бензину будет порядка 49 рублей 90 копеек. При розничной цены 46? Да. Исходя из этого, в рамках ранее осуществленных поставок у нас какие-то небольшие объемы есть, которые в короткий промежуток времени способны будем обеспечить собственность эти объезды, мы остановили топливную реализацию. Скажите, пожалуйста, на сколько процентов снизился объем реализации в оптосторонним покупателям, чтобы понимать, как будет перераспределяться? Ну, за последнее время, могу сказать, что у нас практически к нулю слили. Практически к нулю слили? Сегодня, пару дней мы вообще не отпускаем. Ну, за исключением государственных структур, где устраняем необходимых средств, одна-две, то есть, там, железная дорога.